Это подкаст Сергенты Урон может быть достаточно серьезный За вегетационный период луковая муха летит два раза Это значит у нее два поколения Это весенний лед и летний Давайте об этом немного поподробнее Итак, весеннее поколение Его лед начинается примерно в конце апреля, начале мая Луковая муха подлетает к молодому растению Откладывает яйца именно на влажную почву Дальше из этих яиц вылупляются небольшие личинки Пускается вниз и со стороны донса выедает молодое растение В данной ситуации молодой лук погибает Визуально в поле это проявляется следующим образом Мы приходим и смотрим, что строчка буквально 50-60 Бывает даже до метра лука, она исчезла Некоторые растения завяли и упали Берешь это растение в руки, очищаешь от почвы Надавливаешь на донса и оттуда выходит личинка То есть тут сразу понятно, что это луковая муха Урон в данной ситуации может достигать до 10-15% общей потери С одной стороны это немного Но с другой стороны потом по итогам сезона К уборке мы получаем разнородные луковицы То есть луковицы ни одного калибра Какая-то луковица будет 60 мм Да, это товарное качество Мы ее сможем продать по хорошей цене И всегда на нее будет спрос А где-то будет луковица 90, 100, 110 С другой стороны порадуются производители пельменей Но этот лук они у вас возьмут далеко не по выгодной цене вам Летнее поколение луковой мухи Это примерно конец июня, начало июля Как оно вредит? Как это происходит в полевых условиях? Луковица уже практически сформировалась И личинка, конечно, полностью не сможет повредить растение Но она откроет ворота вторичным инфекциям Я об этом говорил в предыдущих сериях И, скорее всего, этим воспользуется донсовая гниль Такая луковица обязательно попадет в склад И качество товара значительно будет снижаться Какие есть решения данной проблемы? Как можно снизить потери лука от весеннего лета, нежели от летнего? Если мы знаем, что численность вредителя из года в год высока То практика показывает, что обработки нужно начинать Уже при 30% всходах лука Далее 50%, 70% И на этапе полных всходов Интервалы между обработками нельзя делать слишком длительные Они должны быть в районе 4-5 дней, не больше А что делать, если идут осадки в весенний период? Это, к сожалению, нормально даже для южных регионов И техника не может зайти в поле Сделать обработки инсертицидами Этим часто и пользуется луковая муха В легкий дождь она не перестает летать Она откладывает яйца на влажную почву Оттуда выходят личинки И в итоге растение погибает В данной ситуации практика показывает, что хорошим решением будет внесение форса Именно в дозировке 15 кг на гектар При посеве лука Такая дозировка позволит нам сделать хороший фундамент по защите На ближайшие 3-4 недели И даже если у нас есть промежутки слишком большие между листовыми обработками инсертицида Форс нас поддержит И луковая муха не сможет атаковать молодое растение Дело в том, что гранулы инсертицида, соприкасаясь с почвенной влагой, создают газовую фазу И луковая муха, подлетая к молодому растению, вдыхает эти пары Либо она погибает, либо это ее отпугивает Летнее поколение луковой мухи Что делать с ним? Самое главное про него не забыть Нужно помнить, что примерно конец июня Начало июля это то самое время, когда она начинает лететь опять С одной стороны все очень просто Нужно применять ряд инсертицидов Если говорить о нашем решении Это либо октора, эфория, может быть каратезион Но главное сохранять эти интервалы В данной ситуации можно уйти уже где-то на 5-6, иногда на 7 дней Используя эти простые правила В профилактике луковой мухи весеннего и летнего поколения В итоге можно получить однородный лук хорошего качества С вами был Сергей Кумов, технический эксперт по овощным культурам Сегодня мы поговорили о луковой мухе О том, как она может навредить И самое главное, как можно сохранить будущий урожай В следующем выпуске я предлагаю поговорить О более значимом вредителе табачном трипсе Спасибо за внимание, до новых встреч Это подкаст Сингенты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok